Я напомню, что в прошлый раз мы с вами остановились на узнавании сцены по изображению. Значит, я напомню, мы это с вами рассматривали как некую отдельную задачу – узнавание сцены по изображению. Вот смотрите, мы с вами поговорили о том, что если у вас есть форма изображения сцены, то, соответственно, решить задачу узнавания можно следующим образом. Вы просто строите вот такой функционал, i-p, g по норме в квадрате. g – это то изображение, которое нужно узнать, p с индексом v – это проектор на форму v, и это тождественный оператор, соответственно, вы берете вот такую разность. Здесь вот так вот, i-p обозначена разность операторов, но на самом деле имеется в виду, что i-p, v, g – это просто по определению g минус p, v, g. Это такая более короткая форма, чтобы не писать два раза g. i-p, v, g – это вот просто по определению такая штука. Вот, соответственно, вы просто сравниваете эту штуку с некоторым порогом, с некоторым порогом ε. Если у вас эта величина меньше, чем ε, то вы считаете, что g – это изображение сцены. Если больше, чем ε, то считаете, что нет. Вот об этом мы в прошлый раз поговорили. Но на самом деле это не вся правда, это только часть правды. И вот вторую часть мы рассмотрим сейчас. Итак, смотрите, если мы будем использовать такой функционал для решения задач узнавания сцены, то мы столкнемся с некоторой проблемой, которая нам может не понравиться. Значит, ну, с некоторым фактором, который мы можем считать проблемой. Значит, если g – это изображение ровного поля зрения, то тогда π, v, g равно g. Следовательно, вот этот вот функционал и минус π с индексом v, g по норме в квадрате просто равен нулю. Просто равен нулю. То есть это означает, что любое изображение ровного поля зрения мы в соответствии с этим правилом, с этим критерием, мы будем считать изображением нашей сцены. То есть мы узнаем в нем нашу сцену. Ну, конечно, это, ну, например, самый примитивный случай, когда g – это просто ноль. То есть изображение – вот такой черный квадрат, черный прямоугольник, на котором все черное. Вот такой критерий узнает в этом изображении любую сцену. Любую. Естественно, это некая проблема. Потому что, ну, наверное, вообще-то мы этого не хотим. Поэтому, поэтому, по-хорошему, конечно, нам надо сравнивать вот значение этой, ну, то есть учитывать при принятии решения, как вот значение вот этой величины, так все-таки и отличие нашего изображения от ровного поля зрения. То есть почему ровное поле зрения? Ну, потому что мы знаем, что любая форма, ну, точнее, форма любого изображения содержит как часть формы изображения ровного поля зрения. То есть это некая общая часть вообще для форм всех изображений. Поэтому мы с этим и пытаемся бороться. Значит, то есть по-хорошему нам, конечно, надо бы еще вот посмотреть, насколько сильно наше изображение отличается от изображения ровного поля зрения. Насколько сильно она отличается? То есть какова вот такая величина? Какова вот такая величина? Потому что да, у нас вот эта вот штука может быть близка к нулю, может быть мала. Но при этом и вот эта штука может быть близка к нулю, может быть мала. Тогда это изображение ровного поля зрения, тогда не надо ориентироваться на вот это. Нужно просто считать, что нет, это не изображение нашей сцены. Ну, или так вот сейчас, не вдавая в подробности, не вдавая в детали, скажу, что в принципе можно было бы поделить одно на другое. То есть для того, чтобы как-то единым образом в виде какого-то одного показателя учесть и то, и другое, ну можно что сделать, вот если их мы хотим скомбинировать? Просто поделить одно на другое. Вот разделить i минус π vg по норме в квадрате, разделить на i минус e g по норме в квадрате. Вот просто построить такой показатель. Значит, чем этот показатель хорош? Чем меньше числитель, то есть чем меньше вот эта величина, тем меньше вся дробь. При этом наоборот, чем меньше знаменатель, тем больше вся дробь. То есть таким образом приближение изображения g к изображению нашей сцены уменьшает эту дробь, потому что уменьшается числитель. Но приближение изображения к изображению ровного поля зрения уменьшает знаменатель и, стало быть, увеличивает вот эту дробь. Ну, таким образом, вот можно выбрать некий порог уже для этой дроби, он будет отличаться, естественно, от этого, будет какой-то другой порог. И если вот эта величина, этот дробь меньше порога, считать, что это наша сцена, а если больше, считать, что нет. Тогда для изображения ровного поля зрения, ну, не будет приниматься решение о том, что это изображение заданной сцены. Знаменатель будет очень маленький. При этом, при этом вот эту вот дробь, эту дробь, можно, ну, то есть, значит, мы что хотим проверить? Мы хотим проверить, вот меньше оно какого-то порога эпсилон или больше какого-то порога эпсилон. Вот, да, вот что мы хотим проверить. Соответственно, мы можем эту дробь немножко по-другому переписать. Значит, смотрите, давайте обратим внимание на знаменатель. Значит, i-eg по норме в квадрате. Что это такое? Значит, на самом деле, то, что здесь под знаком нормы стоит, можно представить в следующем виде. Разделить на две части. Это будет i-pvg плюс pv-eg. Ну, вот это вот просто формальное преобразование. То есть, я здесь прибавил что-то от pvg и вычел что-то. Ну, точнее, вычел и прибавил одно и то же. Потому что вот это слагаемое, вот это слагаемое у меня здесь были. То есть, это просто добавление и вычитание какой-то одной и той же величины. Но в результате что у меня получилось? В результате получилось, что вот эта вот вся штука, вот эта вот вся штука, она принадлежит ортогональному дополнению формы v. Потому что вот эта вот и минус. Ну, если pv это линейный оператор, ортогональный проектор, тогда вот эта вот штука принадлежит ортогональному дополнению формы v. А вот эта вот штука принадлежит форме v. Принадлежит v. Почему? Ну, потому что и pvg принадлежит v. То есть, по определению просто проектора. И e, g принадлежит v, потому что форма изображений или множество изображений ровного поля зрения принадлежит форме любого изображения. Поэтому получается, что вот эти вот слагаемые, они ортогональны. Поэтому мы можем вот эту штуку расписать в виде, соответственно, двух частей. e минус pvg по норме в квадрате плюс pv минус e g по норме в квадрате. Ну, и теперь, подставив вот это сюда, в знаменатель, мы получим что? Давайте мы разделим на вот этот вот числитель. Значит, тогда у нас здесь получится единица. Единица. Здесь тоже у нас получится единица. Единица плюс. А вот здесь вот у нас будет, значит, отсюда. Отсюда у меня пойдет pv минус e. Что-то мне вообще уже пишет. Здесь у меня пойдет pv минус e g по норме в квадрате, деленное на, собственно, вот эту штуку. Деленый на e минус pv g по норме в квадрате. И мы хотим сравнить вот эту вот штуку с эпсилон. Как эпсилон выбрать? Ну, эпсилон нужно выбрать… Ну, в реальных задачах нужно просто посмотреть, при каком эпсилон хорошо решается, и то эпсилон и использовать. Можно, конечно, связать… Если вы вот почитаете книжку, там есть такая глава «Анализ изображений, искаженных случайным аддитивным шумом». Или просто случайным шумом, не помню, как называется. Вот целая глава такая есть. И там подробно рассмотрена модель шума, там, скажем, нормальный шум. И задача, скажем, узнавания сцены рассмотрена как задача проверки статистических гипотез. Потому что наше изображение G – это некое, ну, по сути, наблюдение случайное. Получает некое случайное элемент, случайное изображение. Почему случайное? Потому что искажено случайным шумом. Вот, соответственно, нам нужно по… Да, при этом, если мы знаем распределение шума, то мы знаем, стало быть, и распределение этого G, при условии, если G изображение, которое мы искажаем шумом, принадлежит форме V. И знаем распределение, ну, или получаем некое семейство распределений, при условии, когда у нас искажаемое изображение не принадлежит форме. И дальше можно поставить задачу проверки гипотез. Ну, и при определенных условиях… Ну, в общем, получается некий критерий, можно выписать критерий. Там получится, что критерий основан на таком же функционале, ну, или вот на таком, к чему я хочу сейчас прийти, на таком же функционале, и там ε можно просто связать с уровнем этого критерия. То есть, с вероятностью ошибки, которую вы хотите получить. Но, скажем так, все-таки… Ну, в реальных задачах это сложно сделать, потому что, ну, во-первых, модель шума не так просто расписать. Не факт, что шум имеет нормальное распределение, далеко не факт, потому что, ну, так, ну, строго говоря, мы вообще понимаем, что шум в реальной жизни не может иметь нормальное распределение, потому что у нас яркость пикселей, там, скажем, от нуля до 255. То есть, у нас яркости ограничены, а нормальный шум подразумевает неограниченность яркости. Там всегда с ненулевой вероятностью, может быть, какая угодно, сколь угодно большая, положительная, и сколь угодно малая, отрицательная, малая, в смысле, близкая к минус бесконечности, да, яркость. Вы понимаете, что в реальной жизни такого быть не может, поэтому уже, на самом деле, вот это предположение о том, что шум имеет нормальное распределение, оно, ну, несколько искусственно не совсем соответствует действительности, да, вот, и так далее. Ну, то есть, вот эти вот конструкции, они довольно сложные, вот, анализ изображения в шуме, и при этом, ну, вопрос, какое отношение они имеют к действительности, поэтому в рамках нашего курса я, может быть, и не буду это рассматривать, на мой взгляд, это не является первоочередным, да, вот, но в принципе, вот если вам хочется некое теоретическое обоснование, то, ну, вот так вот, например, если у вас есть модель шума, вы можете, исходя из, просто аккуратно поставить задачу проверки и гипотез, выписать критерий, в ряде случаев есть шум, например, нормальный, и тогда у вас эпсилен свяжется с критерием, с значимостью критерия, с уровнем критерия. Так, хорошо, итак, значит, мы сравниваем вот эту вот штуку с эпсиленом, да, ну, теперь понятно, что, ну, можно преобразовать, да, вот это вот все пересчитать в некое дельта, да, ну, то есть, понятно, вы можете, ну, давайте это распишем. Значит, смотрите, ну, давайте я напишу здесь, например, меньше эпсилен, допустим, такое неравенство проверяю. Значит, теперь что нужно? Да, если я возьму, просто возведу все это в минус первую степень, да, то у меня знак меньше преобразуется в знак больше, да, и получится, что вот это вот неравенство, оно, ну, при условии, что у нас здесь нету нигде нулей в знаменателях, конечно, да, оно эквивалентно следующему условию. Значит, единица плюс π в минус е g по норме в квадрате деленное на и минус π в g по норме в квадрате больше, чем единица, деленная на эпсилен, да, больше, чем единица, деленная на эпсилен. Ну, соответственно, можно теперь это еще дальше преобразовать. Дальше преобразовать. Значит, если я теперь единицу перенесу туда, то у меня получится, ну, давайте я не буду выписывать, я просто так условно запишу, что вот эта вот штука должна быть больше, чем единица, деленная на эпсилен к минус 1, да, ну, и давайте я для красоты, вот здесь это я все-таки меньше, да, писал, давайте здесь я тоже переведу этот знак меньше, то есть все переверну, опять я зайду в минус первую степень, значит, тогда у меня получится. Вот это пойдет в числитель, вот это занимается, да. Е это единичный оператор, а е это что? Е это проектор на, значит, е это проектор на вот такое множество, V нулевое, мы его обозначали, которое C хи х. Хи х это индикаторная функция всего поля зрения. То есть просто изображение, яркость пикселя, каждого пикселя равна единице. Соответственно, вот это такое множество, V нулевое, то есть это множество всех изображений ровного поля зрения. C это произвольная яркость. Если в хи там все яркости единицы, то C, соответственно, преобразует яркость в любую. Это может в ноль преобразовать, потому что ноль это действительно число, может в 10 преобразовать, потому что 10 это тоже действительно число и так далее. То есть это такое одномерное подпространство, которое представляет собой множество всех изображений ровного поля зрения. То есть туда попадает черный квадрат, белый квадрат, серый квадрат. Ну то есть вот любое изображение равномерно закрашенное, однородно закрашенное, попадает в это множество. Соответственно, е это проектор на это множество. Ну это тоже форма кусочно-постоянного изображения, вот такого хи икс, да. Поэтому как проецировать мы знаем легко. Вот. Ну, соответственно, теперь, если мы опять все взойдем в минус первую степень, у нас вот эта штука, да, вдруг перевернется. Соответственно, и минус ПВ пойдет вверх, ПВ минус Е пойдет вниз. Получится И минус ПВ, Ж по норме в квадрате, деленное на ПВ минус Е, Ж по норме в квадрате, должно быть меньше, чем единица, деленная на единицу, деленная на епсилу, минус 1. Так, ну вот давайте вот это сотру, чтобы не мешало. Вот получили такой критерий, да. То есть, смотрите, у нас была история такая. Мы хотели, чтобы вот эта вот штука, вот эта вот штука, деленная на И минус Е, деленная на И минус Е, чтобы была меньше епсилона. И оказалось, что это эквивалентно, это эквивалентно вот такому условию, И минус ПВ деленная на ПВ минус Е меньше, ну, вот такой величины. Ну, неважно, поскольку мы епсилон все равно выбираем эмпирически, то есть просто смотрим, про каком епсилон хорошо работает, то, ну, мы можем сказать, вот эта штука обозначится как-нибудь дельта теперь, а не епсилон, да, и считать, что, ну, мы подбираем некую константу дельта, некий порог дельта, а решение принимаем точно так же. Только используем не вот тот функционал, который был, а вот такой функционал. Значит, итак, напоминаю, у нас был функционал, значит, смотрите, был функционал, был функционал вот такой вот, и минус ПВ, Ж, деленное на И минус Е, деленное на И минус Е, Ж по 0 в квадрате, и мы хотели, чтобы эта штука была меньше эпсилон, да, и оказалось, что это эквивалентно вот, вот чему, тому, чтобы эта штука была, ну, меньше некого дельта, которая связана с эпсилом вот таким образом. Понятно, да? То есть вот я говорил, такому функционале, в итоге мы можем это заменить на такой функционал, на такое неравенство. Значит, чем хорош такой функционал? Тем, что здесь числитель и знаменатель, они из ортогональных подпространств. Это ортогональный компонент, ортогональное изображение вот здесь вот, да, то есть у нас в любом случае, в любом случае, в любом случае у нас вот здесь вот И минус ПВЖ, эта штука принадлежит В ортогональному, да, а значит ПВ минус ЕЖ принадлежит В. То есть вот эти вот штуки ортогональны друг к другу. Ортогональны друг к другу. Ну, чем это хорошо? Тем, что, опять же, если вы захотите ставить вот задачу, там, скажем, математической статистики, то есть поставить задачу узнавания сцены по изображению как задачу проверки статистических гипотез, то у вас получится вот здесь некая случайная величина, и вот здесь некая случайная величина, и эти случайные величины там будут независимы. Ну, в этом есть некий плюс. Тогда, соответственно, если G у вас будет иметь нормальное распределение, то вот эта вот дробь будет иметь распределение Фишера. Ну, вот, как бы, это удобно с точки зрения математической статистикой. То есть иметь здесь ортогональные изображения, это, как бы, с какой-то, с некой математической точки зрения, это может быть удобно в ряде случаев. Да, какой вопрос? Если у нас G это ровное поле зрения, то вот в левой гробе получается знаменатель 0? Ну, да, знаменатель, конечно, получается 0, ну, если прям совсем ровное поле зрения, да? Но если у вас там есть хотя бы небольшой шум, уже 0 вы не получите, и уже все у вас будет хорошо. Потому что если в этом функционале тоже, если у вас G ровное поле зрения, то πVG будет равно EG. Даже в более широком смысле, если G не зависит от формы изображения V, то эта штука просто по определению будет равна нулю. По определению независимости от формы. То есть, по сути, на самом деле, мы вот так вот сравнивали с ровным полем зрения, а вообще-то так мы получили более широкую вещь, опять-таки, глядя сюда, это можно увидеть, да? На самом деле, у нас борются два фактора. Один фактор говорит о том, насколько G близко к форме V, а другой фактор говорит о том, зависит ли или не зависит, о том, насколько, я так сказать, G не зависит от формы изображения V, от формы V. Потому что вот это вот, это показатель, которое характеризует независимость G от формы V. Просто по определению этой самой независимости. Ну вот, такой получили функционал. Ну, естественно, если вы боитесь нуля, то, ну, добавьте здесь какую-нибудь небольшую константочку, то есть регуляризуйте немножко этот функционал, добавьте какую-нибудь константочку небольшую в знаменатель, чтобы у вас точно не получился ноль никогда. Вот, и все. Ну, так, что-то в этом роде. И все. Тогда на маленькие значения этого функционала это не повлияет, а большие значения, ну, просто не уйдут в бесконечность. То есть у вас все в порядке будет с вычислениями. Строго говоря, конечно, еще, понятно, что когда вы все это вычисляете, вообще нужно помнить, что численные методы, штука такая, суровая, там много чего может получиться. Например, вот вы считаете вот эти штуки, ну, мы с вами не будем рассматривать, но вообще, скажем, если речь идет о поиске объекта по изображению, то там удобно эти штуки делать через свертки, быстрые свертки, реализованные через быстрое преобразование фурье. Вот. И тогда что получается? Что вы вычисляете вот такую вот величину с одной стороны, а с другой стороны вы это делаете каким-то хитрым способом, в результате вы можете получить, ну, скажем, там, маленькие отрицательные величины. У вас может быть погрешность, если вот здесь вот ноль, если вот здесь вот ноль, то может получиться, ну, из-за погрешности вычисления, скажем, минус чуть-чуть, да, там, минус, там, одна миллионная. Вот это вроде бы странно звучит, потому что как величина, которая является квадратом нормы какой-то, как она может быть отрицательной? Ну да, теоретически, конечно, не может быть. Это вот, когда мы формулу выписываем. Но когда вы вычисляете с помощью какого-то численного метода, то может быть все, что угодно, потому что может быть погрешность небольшая. Эта погрешность может маленькую положительную или там нулевую величину перевести в маленькую отрицательную. То есть 10 в минус 6 стих, если с погрешностью 2 на 10 в 6, это может быть минус 10 в минус 6, да. Тем более, что вот этот вот числитель там иногда может быть удобно вычислять по схеме вот такой вот нормы G в квадрате, нормы G в квадрате минус нормы PV G в квадрате. Вот по такой схеме может быть удобно вычислять. Тогда уже понятно, откуда у вас может взяться минус, да, потому что вы вот это вычитаете как-то с небольшой погрешностью, вот это с небольшой погрешностью, потом вы читаете снова другое, и вот тут-то у вас может возникнуть знак минус. Поэтому вообще тут нужно быть аккуратным. Ясно, что это формула теоретическая. Все-таки реально, когда вы что-то считаете, это касается не только формулы морфологического анализа, это касается вообще всех формул, которые вы где бы то ни было выписывали. когда вы начинаете их программировать в компьютере, относитесь к ним аккуратно. Вы должны всегда понимать, что у вас есть погрешность. И эта погрешность может очень сильно повлиять, потому что ясно, что если вы 10 минус 6 разделите на 10 в минус 12, вы получите 10 в 6. А если вы минус 10 минус 6 разделите на 10 в минус 12, вы получите минус 10 в 6. То есть в одном случае у вас получится величина очень большая, в другом случае очень маленькая из-за минусов. Если вы просто не глядя на значение будете просекать по ровному, сравнивать с дельта, у вас вот эта величина минус 10 в 6 окажется меньше дельта. То есть если вы вообще не задумываетесь над тем, что у вас там, вы никак не верифицируете, не проверяете вообще какой у вас знак этих величин получился, то вы можете очень сильно ошибиться. Вы можете изображение, которое является ровным полем зрения, вот здесь дает малую величину, можете принять за изображение вашей сцены. Почему? Потому что просто у вас вот это идет в минус и деление на маленький знаменатель у вас очень сильно угонит всю эту штуку в минус и оно окажется меньше дельта. То есть вот тут нужно быть аккуратным конечно в любом случае. Какие-то еще вопросы есть? Хорошо. тогда давайте переходить к следующей задаче. Следующая задача это идентификация. вторая задача, которую мы рассмотрим, это будет идентификация сцен по изображениям. Идентификация идентификация сцен по изображениям. Значит, о чем идет речь? Здесь предполагается, что у вас есть несколько сцен. Несколько. Сцена 1 и так далее сцена n. То есть имеется n сцен. Для каждой сцены задана ну или каким-то образом построена форма изображения или изображения этой сцены v1 и так далее vn. и дальше дается изображение g. Дается изображение g. Но про него известно, что это изображение является изображением одной из этих сцен. g это изображение одной из этих сцен. это изображение одной из этих сцен. Нужно понять, какой именно. Нужно понять, какой именно. То есть в этом, собственно, вопрос. Итак, здесь нам нужно чуть-чуть задуматься. В принципе, мы можем использовать тот же самый способ, по сути, тот же самый способ. Посчитать тот же самый функционал, который мы использовали при узнавании сцены, и просто посмотреть, где он меньше, для какой из сцен он меньше. это такая простая история, которая приходит в голову. То есть, как можно решить эту задачу? Тут есть несколько вариантов решения, несколько критериев. Несколько критериев. Значит, критерий номер один. Ну, вы можете просто взять вот эту штуку, вот такой функционал, и минус P V и T по норме в квадрате и A G и минимизировать его выбором I в пределах множества 1 и так далее N. Вот можете так принимать решение. То есть, соответственно, тот индекс I, на котором достигается этот минимум, и считать его ответом. То есть, считать его номером той сцены, изображением которой является G. Это первый вариант. То есть, если в предыдущем случае признавание сцены, вот такую величину, у вас была только одна форма, вы сравнивали ее с некоторой константой, с некоторым порогом, то здесь, ну, зачем? Нам не нужен порог. У нас есть просто заданные альтернативы, мы просто выбираем, какой из этих альтернатив ближе наше изображение G. И нам уже тут не важно, насколько близко. Если мы знаем заранее, что G, что одна из альтернатив верна, то тогда просто смотрим, какое из них ближе наше изображение. так, вот это понятно, какие-то вопросы тут есть? Хорошо. На самом деле, на самом деле, понятно, что поскольку если вот и P это ортогональный проектор, поскольку норма и минус P V и T G в квадрате это норма G в квадрате минус норма минус норма P V и T G в квадрате, да, то, значит, вот минимизация вот этой вот штуки выбором И эквивалентна, на самом деле, эквивалентна максимизации вот этой вот штуки. То есть мы можем с таким же успехом максимизировать P V и T G по норме в квадрате можем максимизировать выбором И. Можем максимизировать выбором И. Можем максимизировать выбором И. Ну, вот теоретически, да, практически, практически, к этому нужно отнестись аккуратно, к этому нужно отнестись аккуратно, вот к этому нужно отнестись аккуратно, да, сейчас я объясню, почему. Значит, смотрите, мы должны с вами помнить о том, что вот эти вот подпространства V И, они имеют определенную размерность, и эта размерность вообще говоря отличается, да, эта размерность вообще-то говоря отличается. то есть, смотрите, у нас с вами есть размерности DIM V И. это размерность формы V И. Ну, скажем, если речь идет об изображениях, о формах кусочных постоянных, мозаичных изображений, то размерность этой формы это просто количество областей постоянной яркости. вот что это такое. Мы должны с вами понимать, что, соответственно, P V И И И И И И И И это что такое? это некая сумма по И, по, давайте, по G от единицы до DIM V И и некий координат, который вычитается в词 G скалярно умноженной на E и T J E и T J Значит, что такое E и T J ? Значит, вот такие вещи E и T 1 и так далее E и T DIM V и T это базис Орто-нормированный базис, Орто-нормированный базис ваитово. Фломастеры перестают писать. Это орто-нормированный базис под пространство ваитово. Вот что это такое. То есть это вот такая сумма. Соответственно, если мы… Если мы просто посчитаем квадрат этой нормы, просто формально, распишем, то это что такое? Это будет сумма. Сумма квадратов вот этих координат. Это будет сумма по g от единицы до 1 в и т, а g е и т, житая в квадрате. Вот это будет вот такая вот величина. g, е и т, житая в квадрате. При этом вот это вот g на е и т, житая, это у нас что такое? Это средняя яркость, вот если мы вспомним, скажем, для мозаичных изображений. Для мозаичных изображений это средняя яркость, средняя яркость, средняя яркость g на житом множестве постоянной яркости. постоянной яркости. Вот что это такое. Это средняя яркость g на житом множестве постоянной яркости. Если вы вспомните вот эти вот проекции, которые мы расписывали, проекции на форму мозаичных изображений, вы увидите там, что мы это обсуждали. То есть это средняя яркость. То есть на самом деле, на самом деле, вот эта вот штука, она какой имеет порядок? Она имеет порядок, ну я так напишу, g средняя, где g средняя, это некая средняя яркость изображения g, умноженная на дим v и т, умноженная на размерность множества v и т. Вот такая штука. Это g средняя, умноженная на размерность v и т. Ну так, по порядку величины, да, потому что у нас здесь, ну, средняя яркость, они там в пределах разных множеств, конечно, могут быть разные, но тем не менее, они все где-то, ну, колеблются в каком-то примерно одном диапазоне, да, и ясно, что соответствует как-то средней яркости изображения g. И слагаемых всего у нас вот столько. Поэтому в результате мы получаем величину вот кого-то такого порядка. Ну только, а здесь в квадрате, да, на средних квадратах. То есть квадрат средней яркости. Квадрат средней яркости. Вот, то есть таким образом величина вот этого квадрата нормы проекции зависит от размерности, зависит от размерности этого подпространства. Зависит от размерности. И поэтому, когда мы решаем задачу на максимум, мы должны все-таки вот это вот учесть. То есть, смотрите, значит, о чем мы только что говорили? О том, что мы решаем задачу на максимум. То есть мы хотим решать вот такую задачу. Норма π v и t g в квадрате на максимум по i. Но при этом мы понимаем, что π, скажем, v первое, g по норме в квадрате, оно пропорционально... Дим v первое, да, соответственно, π v второе, g по норме в квадрате, оно пропорционально размерности второго подпространства и так далее. Да, но здесь вот этот знак означает некую пропорциональность. Не приближенно равно некую пропорциональность. Соответственно, если здесь у нас размерность 10, а здесь размерность 1000, то, естественно, вот эти величины будут разного порядка. Это не будет зависеть от изображения g, от того, что там изображено. Это просто формально. Вот из-за того, что вот эта форма такой размерности, а вот эта форма такой размерности. Из-за этого просто мы получим такую колоссальную разность. Здесь будет в 100 раз больше всегда, чем здесь. Поэтому, решая эту задачу на максимум, мы, конечно, должны все-таки учитывать вот это. То есть по-хорошему, конечно, нам нужно что сделать? Нам нужно вот эту задачу все-таки, так сказать, забыть, да? Забыть, потому что здесь у нас есть вот такая проблема. Максимум будет не там, чему лучше соответствует изображение g, а там, где большая размерность формы, там будет 0. На самом деле нам нужно все-таки это как-то нормировать. То есть, ну, например, поделить на вот эти вот размерности. То есть взять π вит вит g по норме в квадрате, ну и все-таки поделить на 1 вит. И вот это вот уже максимизировать выбором и. Вот тогда это будет честно, тогда все будет хорошо. Вот такая штука будет работать. То есть вот это годится. Вот такой критерий годится. Понятно, да? Вот логика ясна, почему так. Так, какие-то вопросы есть? А вот исходные тоже можно применять? Ну, исходные, где вы имеете в виду, у нас была разность единичного и это. По идее, да, значит, вопрос справедливый. Если мы здесь делим на размерность, там ведь мы тоже, там же все то же самое, те же самые соображения верны, почему мы там не делили на размерность? Ну, действительно, по-хорошему и там надо было бы поделить на размерность. Но только, значит, есть некая разница, да. Значит, если мы берем i минус p от v и t g, то на самом деле вот эта вот штука, это проектор на v и t ортогональное, ортогональное дополнение. Соответственно, нужно было бы делить на размерность этого проектора, да? Ну, на размерность этого подпространства. То есть нужно было бы делить на размерность v и t в ортогональную. А это что такое? Это размерность всего нашего пространства изображений, размерность l2μ от x, минус размерность V этого. Но вот эта вот штука, вот эта размерность формы, у нас обычно порядка, ну там десятка в сотен может быть. Порядка сотен обычная. Десятка в сотен. А вот эта вот штука, это у нас количество пикселей, общее количество пикселей. То есть это порядка 10 в шестой обычно. Поэтому здесь вот эта вот разница на фоне вот этого, она практически не играет роли. То есть мы из миллиона вычтем 100 или мы из миллиона вычтем 10, неважно. Поэтому вот здесь вот можно, в принципе, не делить. Потому что там у вас вклад в эту сумму дадут компоненты не принадлежащей форме, а наоборот остальные, а их очень много. Их очень много, их порядка миллиона, миллионов или сотен тысяч, независимо от того, на какую формулу вы проецируете. Первый критерий можно применять без поправок. Вот такой с поправками. Итак, смотрите, вот мы можем максимизировать такой функционал. Но давайте с вами вспомним, что вообще-то мы изучали косое проецирование и применение косого проецирования в морфологическом анализе изображений. То есть, по сути, здесь что у нас происходит? Здесь у нас берется некая часть, которая соответствует форме изображения V и T, и мы выбираем ту форму, от которой в изображении G у нас больше всего. Ну, с учетом неких поправок. То есть, ту форму, от которой больше всего содержится в изображении G. Но, вообще-то, мы с вами помним, что ровно то же самое мы делали с помощью косого проецирования. Если у нас есть несколько форм, ну, мы с вами косое проецирование изучали на примере двух форм, но вообще это можно все расширить и на 3, и на 4, и на сколько угодно форм. Значит, если у нас есть несколько форм, то мы с помощью вот косого проецирования, с помощью специальных методов разложения, можем выделить те части, которые специфичны именно для каждой из этих форм. Потому что здесь, вот скажем, в πV1G содержится много того, что содержится и в πV2G и так далее. Мы с вами это изучали. Почему? Ну, например, они же имеют некое пересечение. Соответственно, в каждой этой проекции будет содержаться часть из их пересечения. А зачем нам это учитывать? Получается, у нас в каждом слагаемом будет вот эта вот часть соответствующего пересечения. Нам бы эту часть убрать и смотреть только то, что именно от этой формы. Вот ровно для этого у нас было косое проецирование. Соответственно, вот вы помните, да, если мы ограничились бы только двумя формами, только двумя, V1 и V2, то у нас есть еще, ну, мы их обозначали, как говорили, лукасом проецирования L1 и L2. Еще мы обозначали L0 их пересечения, L1 пересечения с L2. И разлагали наше изображение G, разлагали его на… Разлагали его на несколько частей. Значит, во-первых, это была ортогональная часть, G ортогональная. Да, еще у нас было L. L – это было L1 плюс L2, да, L1 плюс L2, их сумма. Значит, мы брали G ортогональная плюс G нулевое и дальше плюс G первое плюс G второе. При этом вот эта вот ортогональная часть принадлежала L ортогональному, G нулевое у нас принадлежало L нулевому. Вот эта вот часть у нас принадлежала L0 минус… В смысле, L1 минус L0, а вот эта вот часть принадлежала L2 минус L0, да. И, собственно, вот именно эти части, третья и четвертая, вот именно вот эта часть и вот эта вот часть, они и характеризуют, насколько сильно изображение G принадлежит первой форме и насколько сильно оно принадлежит второй форме. Вот именно эти части, да. Именно эти части. Соответственно, по-хорошему нам с вами следовало бы все-таки, конечно, использовать не ортогональное проецирование вот здесь, а косое проецирование. И брать квадрат нормы не ортогональной проекции, а вот этой вот части, которая вычисляется с использованием методов косого проецирования. Вот эту вот часть мы должны были использовать. То есть, по-хорошему нам следовало бы сформировать, ну, скажем, если у нас было бы две формы, нам следовало бы сформировать вот такой вот функционал. Значит, ну, вот здесь вот использовать G и T по норме в квадрате. G и T по норме в квадрате. Вот что нам следовало бы использовать. G и T по норме в квадрате. Вместо P, V и T G по норме в квадрате. Вот что следовало бы использовать. G и T вот это вот. G первое или G второе. Ну, единственное, что тоже мы, конечно, понимаем, что нужно на что-то поделить. Ну вот на что поделить, это более сложный вопрос В данном случае Ну можно просто поделить на размерность, конечно, хотя бы Но вообще чуть более сложный вопрос Ну можно поделить, например, на размерность L ИТ Минус L нулевое Ну вот так вот, например, можно сделать В принципе, это правильно Ну, то есть так можно сделать Понятно, потому что вот здесь вот Он состоит из такого количества Слагаемых, вот этот вот элемент Из такого количества ортогональных слагаемых Соответственно, вы делите квадрат нормы на вот это вот На количество слагаемых То есть использовать вот такой функционал Ну, соответственно, его максимизировать Максимизировать по E То есть это еще один критерий Еще один критерий Который Ну, тоже работает и в принципе работает лучше Вот это вот лучше Чем то, что вот Значит, вот это вот лучше Вот это лучше Чем вот это Вот это вот хуже Значит, почему это хуже? Потому что Здесь, по сути, мы проверяем Как бы гипотезу Данная форма против всего остального Вот для узнавания сцен по изображению Это годится Но когда у нас есть конкретные альтернативы Нам нужно проверять не данные формы Против вообще всего чего угодно А данная форма против остальных Которые нам заданы И вот здесь вот мы именно это и делаем Мы Выделяем ту часть, которая отличает Именно эту форму V1 от V2 Именно отличительная часть Они, так сказать, вообще Ну, все что угодно Вот, так что можно использовать Косое проецирование Ну, вот так решается задача идентификации Да Какие-то вопросы есть? То есть, на основном изображении Мы определяем, что на этом изображении Допустим Изображен телефон, да? То есть, мы по этому изображению Не ищем, где именно телефон находится Мы просто говорим, он же есть, да? Да Но Ну, если мы используем Вот те методы, которые мы использовали Там ортогонального проецирования Которые мы рассмотрели аналитически То Ну, там, строго говоря Предполагается, что этот телефон В каком-то конкретном месте Все-таки нет То есть Понимаете Если мы говорим о Там, там, мозаичном изображении И о форме мозаичного изображения То Тут Ну, вот кубик, например, наш пресловутый, да? Или там, ну, телефон Ну, телефон Я сейчас вряд ли смогу нарисовать Значит, кубик нарисую Вот есть у нас кубик Мы говорим о том Что у него есть конкретные области Постоянной якости А1 А2 А3 А4 Конкретные области Соответственно, другой кубик Который смещен, скажем, в этот угол Это уже другая форма Другая форма Ну, по крайней мере Если использовать Ну, вот такие методы линейные Ну, как я уже говорил Надо помнить, что все-таки Линейные методы чем хороши Тем, что мы просто можем Аналитически тут все расписать Это не значит, что этим все ограничивается То есть, конечно Если вы хотите считать, что это Одна и та же форма Ну, вы, в принципе, можете Их объединить, как множество Да? И пытаться проецировать на такое множество Но там возникнет сразу проблема Что у вас Ну, аналитическую проекцию не выпишите Значит, можно, конечно, пытаться Это делать как-то с помощью нейронных сетей Ну, или если даже выпишите То оно получит там нелинейное То есть, уже получается Проекция более сложная То есть, это более сложная операция Более сложная функция Вот Ну, более сложные функции Как? Аналитически точно не распишешь Значит, как можно сделать? Ну, например, попытаться реализовать Это в виде нейронной сети Да, так делают То есть, делаем проектор Но реализуем его с помощью нейронной сети Аналитически, соответственно Исследовать его свойства Мы уже не сможем Потому что это очень сложная конструкция Никто не знает, как аналитически Исследовать нейронные сети На сегодняшний день Ну, по крайней мере, большие нейронные сети И в этом, кстати, проблема нейронных сетей Но это отдельный разговор Вот Значит, учить эту нейронную сеть Сеть нужно так, чтобы она проецировала На какое-то множество Ну, то есть, например Чтобы она любое изображение кубика Неважно, такое, такое, такое Оставляла без изменений А любое изображение чего-то другого Превращало в изображение Ну, это там Меняло Да И чтобы норму разницы была меньше И какой-нибудь из этих функционалов Можно использовать, кстати Как функцию потерь Ну, или на основе этих функционалов Строить функции потерь Для обучения нейронных сетей То есть, так тоже можно сделать То есть, идеологию можно применить То же самое Но Естественно, она будет более сложной Но вот в таком примитивном варианте Который мы рассмотрели аналитически Когда у нас проектор Это линейный функционал Конечно, здесь вот такой кубик И такой кубик Это вообще говоря Разные формы Поэтому тут мы либо То есть, в принципе Ну да, мы Если сравним кубик с шариком То мы сравним вот именно такой кубик Именно такого размера Именно в такой ориентации Именно в этом месте находящемся С шариком тоже Который в конкретном месте находится Конкретного размера Вот Так Хорошо Ну, давайте переходить дальше Значит, следующая задача Оценка параметров изображенных объектов Оценка параметров изображенных объектов Ну, тут уже у нас все Пойдет более-менее по накатанной То есть, основные вещи мы с вами уже рассмотрели Дальше все сводится к этим рассмотренным вещам Итак, третья задача Оценка параметров изображенных объектов Оценка параметров Оценка параметров Изображенных объектов Итак Ну, о чем идет речь Ну, например У вас На изображении Там есть, например Кружочек Но неизвестно какого размера Вот вы знаете, что там есть кружочек Но он может быть так Допустим, известно даже, где центр этого клуба Ну, вот он может быть такого размера А может быть такого размера И вы не знаете заранее какого Хотите это определить Или, например, одна из задач, которую мы решали В свое время Такой довольно успешный был у нас прикладной проект Значит, совместно с компанией Шлимбурже Там, значит, в чем задача Они бурят скважину Бур при этом крутится То есть, вот эта скважина Соответственно, бур крутится И в каждом положении Вот здесь 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 В общем, в каждом положении Ну, с некой дискретностью, конечно же Он регистрирует Там на нем датчик, кстати Который регистрирует электропроводность Грунта Ну, вот в некоторой Такой локальной области Которой касается датчик Электропроводность Ну, зачем это нужно? Затем, что электропроводность разная У разных пород В результате Если у нас там есть некие Такие, так сказать Разные породы Которые сменяют друг друга То, вот, скажем Ну, вот, например, здесь вот Мы зарегистрируем то же самое Что вот здесь вот Потому что это один и тот же слой Вот Соответственно, у нас делается развертка Вот эта вот Z Это глубина И делается развертка по углу φ По углу φ Да Угол φ Вот, допустим, сюда будем рисовать По углу φ Делается развертка Значит, здесь Z Здесь угол φ Ну, и вот эти вот Если у нас речь идет о пересечении Плоскостей с цилиндрами Ну, а действительно Вот эти вот слои Можно считать плоскими В масштабах цилиндров Почему? Потому что этот Диаметр скважины Ну, это там порядка 10 дюймов То есть он действительно Не очень большой Это не 100 метров Вот столько Да, соответственно Попонятно, что там Какой-то большой корревизны На таких масштабах нет Слои можно считать плоскими Соответственно, если Просто вот это вот перевести Вот в такие координаты То вот эти вот Линии пересечения цилиндра С плоскостями Превратятся в синусоиды Вот в таких координах Они представляют собой синусоиды Соответственно, вы Когда регистрируете Вот такие вещи Вы на выходе Если ты отобразите В виде псевдоизображения Где цвет будет обозначать яркость Электропроводность То есть яркость будет Электропроводностью То у вас тут получатся Такие вот синусоиды Такие синусоиды Которые будут иметь Там менять, возможно Свои какие-то параметры В зависимости от чего? В зависимости от того Как ориентированный слой Относительно скважины А это довольно важная информация Потому что Зная, как ориентированный слой Относительно скважины Можно предсказать Куда там стекает нефть Например Все это довольно важная информация Как ориентироваться Соответственно, вот вы видите Такую штуку И вот возникает вопрос Если вы выделили Вот здесь, например Фрагмент изображения Как оценить параметры Вот этих синусоидов? То есть вы знаете Что там синусоиды Но не знаете их амплитуду Не знаете их фазу Нужно их определить Вот это тоже Задача оценки Параметров Изображенных объектов Вы знаете Что изображено По форме в целом Но есть параметры Скажем, у синусоида Есть фаза и амплитуда Нужно эти параметры Оценить Вот, собственно Вот об этой задаче идет речь Да? Об оценке параметров Изображенных объектов Теперь, как такую задачу решать? Какие-то вопросы есть? Так, как эту задачу решать? Ну, на самом деле То есть речь идет о чем? О том, что у нас есть Параметрическое семейство форм То есть у нас есть некий параметр Тета Параметр тета Параметр тета Ну, из какого-то множества Там, тета большое И, соответственно, Есть параметрическое семейство форм Да? Параметрическое семейство форм Параметрическое семейство форм Значит, как выглядит это семейство В фи А, значит, вот так вот выглядит В тета Тета из тета большого Вот параметрическое семейство форм Соответственно, в тета Это форма Ну, изображения Некоторого объекта С заданными параметрами С значением параметра тета Тета это может быть скалярный параметр Может быть какой-то векторный параметр То есть совокупность скалярных параметров Это уже второй вопрос Я об этом не говорю сейчас Соответственно Как оценить значение параметра тета По изображению То есть теперь вам дается Изображение G Известно, что оно принадлежит Какой-то форме V тета Ну, на самом деле Не факт, что принадлежит Как бы я так напишу Примерно принадлежит Потому что из-за, скажем, какого-то шума Из-за погрешности Оно может не принадлежать В этой форме Известно, что G Это изображение вот этого объекта С каким-то значением параметра тета Но, собственно, вот это вот тета И нужно узнать Значение параметра тета Нужно узнать Ну, на самом деле Ответ на этот вопрос То есть эта задача Она сродни Задачи идентификации Потому что там у нас было что? У нас было тоже семейство форм V и t И принадлежало множеству 1 И так далее n По сути, вот эта вот задача Идентификация, которую мы рассматривали до этого Ее можно рассмотреть Как вот эту задачу Оценки параметра изображенного объекта Только здесь у нас параметр Это целое число От единицы до n А здесь у нас Ну, может быть, что-то другое Ну, естественно Если мы видим вот такую вот Аналогию между этими задачами Естественно, логично Что эту задачу можно решать так же Как мы решали вот эту То есть, ну, например Можно взять и использовать Следующий критерий Пи В тета Ж по норме в квадрате Зеленое на размерность В тета Мы Мы Максимизируем по тета Мы максимизируем выбором тета В пределах множества тета большого Вот так вот Вот, например Таким способом можно решать Можно, естественно, решать Каким-то другим способом То есть, использовать любой Из тех критериев Которые мы выписали Когда говорили о вот этой задаче То есть, вот так можно решать Эту задачу Так Какие-то вопросы есть? Так, хорошо Значит, с оценкой параметров Разобрались Дальше Поиск известного объекта На изображении Это будет задача номер 4 Поиск известного объекта На изображении Задача номер 4 Поиск известного объекта На изображении Поиск известного объекта На изображении Поиск известного объекта На изображении Итак Значит, ну о чем здесь идет речь? Здесь речь идет вот о чем Значит, у нас есть изображение, какое-то вот большое, да, мы понимаем, что где-то, да, при этом, ну, вот у нас есть какое-то эталонное, так скажем, изображение какого-то объекта, не знаю, кубика, например, да, того же самого, или, не знаю, какое-нибудь изображение там самолетика, например, вид сверху, да, вот вы ищете, например, у вас есть какая-то аэрофотосъемка местности, и вы знаете, что там могут быть расположены какие-нибудь там вражеские самолеты, да, и вам нужно их найти, где они, там, посчитать их, или там найти их, ракеты по ним запустить, вот, значит, задача, собственно, их найти, вот, как можно, ну, вот, если вы ищете самолетики, ну, можно себе представить, как выглядит там самолетик, какую-то форму его построить, да, крылышки у него есть какие-то, да, там, хвостовая часть, вот как-то так выглядит сверху этот там самолетик, да, понятно, что здесь вопрос в ориентации тоже немаловажный, но если мы рассматриваем такие простые модели, вот, линейные, которые мы с вами аналитически можем рассмотреть, ну, тогда, конечно, речь идет о самолетике, имеющем определенную ориентацию, и о кубике, имеющем тоже там, снятого с определенного ракурса и так далее. Вот, ну, значит, предполагайте, что у вас где-то здесь есть вот такой же объект, ну, кубик, например, да, кубик мне проще рисовать, вот где-то у вас есть кубик там здесь, здесь, и ваша задача эти кубики найти, то есть, собственно, выделить, вот у вас он задан шаблон вот такого размера, соответственно, взять, выделить просто вот где здесь кубик, вот здесь, вот здесь, и так, то есть найти эти места на большом изображении, где у вас имеется заданный объект, искомый объект. Так, вот понятно, что это за задача, да, о чем она, в принципе. Так, соответственно, как эту задачу решать? Ну, такой примитивный способ, такой, как бы, метод скользящего окна, да, вы берете, берете сначала, начинаете там, скажем, левого верхнего угла, то есть берете, вырезаете из этого изображения фрагмент вот такого размера, такого же размера. И дальше просто решаете задачу узнавания сцены. Задачу узнавания сцены. Соответственно, у вас здесь может быть все, что угодно, может быть кубик, может быть что-то другое, но в данном случае у меня здесь нет кубика, по крайней мере, вот такого точно, да. Там, может быть, краешек чуть-чуть задевает, но вот по центру вот такого кубика нету, да. Значит, я просто сравнивал вот этот фрагмент с формой вот этого изображения, решая задачу узнавания. И все. И дальше там, где я нашел этот объект, там, где у меня узналась вот эта вот сцена, ну, значит, там и расположен мой объект. То есть, таким образом, задача сводится к задаче узнавания сцены, ну, просто для каждого положения скользящего окна. То есть, для каждого положения скользящего окна. Для каждого положения скользящего окна. Скользящего окна. Значит, понятно, да, что такое скользящее окно? Это вот окошко, которое мы сначала ставим сюда, потом перемещаем на один пиксель вправо, потом еще на один пиксель вправо, да, и так далее. Потом, дойдя до конца, до конца, перемещаем на один пиксель вниз, да, еще на один пиксель вниз, и так далее. И так вот проходим по всему изображению, да. Проходим по всему изображению. То есть, такое скользящее окно. Это окно скользит сначала вот так вот по горизонтальной оси, потом переезжает сюда в следующие строчечки, и так далее в следующие строчечки, и в итоге вот проезжает последняя строчечка. Значит, для каждого положения скользящего окна решается задача узнавания сцены. Решается задача узнавания сцены. Задача узнавания сцены, напомню, это означает, что мы используем некий функционал. Вот такой вот i минус pv g по норме в квадрате, деленное на, например, pv минус e g по норме в квадрате. И сравниваем его с какой-то константой дельта. При этом вот этот вот g, это фрагмент изображения. Это фрагмент, в данном случае это будет фрагмент изображения. Фрагмент изображения. Фрагмент, соответствующий данному положению скользящего окна. Соответственно, при одном положении скользящего окна это будет один фрагмент, при другом положении скользящего окна это будет другой фрагмент и так далее. Вот понятно, да? Заметьте, что вот здесь вот нужно обязательно использовать такой функционал в виде дроби, который отсекает все решения возможные, которые, ну, так сказать, все изображения ровного поля зрения. Почему? Потому что когда речь идет о задаче поиска объекта, очень часто мы сталкиваемся с вот этими фрагментами, которые являются изображением ровного поля зрения. То есть если я сейчас сфотографирую вот эту вот комнату, то здесь есть стены, то есть довольно большие области, однородные, которые, когда я возьму маленький кусочек, стены вырежу, он будет изображением ровного поля зрения. Поэтому вот без вот этого знаменателя здесь вообще ничего работать не будет. Вот если в задаче узнавания сцены по изображению еще можно спорить на тему того, считать ли нам изображение ровного поля зрения, изображение данной сцены или нет. Ну, даже если нет, то можно надеяться не использовать знаменатель, использовать только числитель, и надеяться на то, что ну вот все изображение какой-то сцены вряд ли уж будет ровным полем зрения. Вряд ли нам будут давать такие изображения для распознавания. На этом задача узнавания сцены. Здесь надеяться на это нельзя. Почему? Потому что обязательно найдется где-то фрагментик, где будет ровное поле зрения. И таких фрагментов будет на самом деле много. Поэтому нужно обязательно использовать этот вот знаменатель. Так. А почему мы не берем минимум от этой дороги? Ну, минимум может быть достаточно большим. То есть, да, мы найдем минимум. Если мы уверены, что там обязательно есть объект, хотя бы один, тогда действительно можно брать минимум. Но его же там может вообще не быть. Мы ищем самолетик, а нет там самолетиков. Вот есть у нас большая, дали нам снимок местности. Говорят, найдите там самолет, а их там нет. То есть в этой задаче может предполагаться, что их нет. Поэтому лучше все-таки выбрать какую-то константу, какой-то порог. Вот если меньше порога, сначала выделить все эти точки, составить такую карту. Где вот меньше порога, в каких пикселях, в каких пикселях больше порога. Получится, если у нас там есть кубик, то, значит, получится такое изображение. Вот, значит, где у нас кубик, там у нас будет некое пятнышко. Некое пятнышко. Здесь будут помещены, скажем, все центры, центр скользящего окна, в которых эта штука оказалась меньше дельта. Это будет не один пиксель, а это будет много пикселей. И здесь будет тоже, там много пикселей, да, некое пятнышко получится. Ну, дальше уже задача просто найти эти пятнышки, найти их центры. Но эта задача уже, ну, такая совсем простая. Просто на бинарном изображении найти там связанные области и их центры. Ну, эта задача решается там. Просто в OpenCV есть функция стандартная, которая это умеет делать. Тут не нужно ничего изобретать. То есть вот задача перейти вот отсюда сюда, это вот задача. И ее можно решить морфологическими методами. Вот, при этом, конечно, если вы сейчас, кто-то из вас возьмет и запрограммирует вот это, это будет работать очень медленно, очень медленно. Но вы должны понимать, что на самом деле это можно реализовать гораздо быстрее. Даже просто вот если мы проецируем на изображение ровного, не ровного этого, на форму мозаичного изображения, то эту проекцию вот для такого метода скользящего окна, вот подсчет этих квадратов норм, вот таких величин, можно реализовать с использованием операции свертки. А ее, в свою очередь, можно реализовать очень быстро с использованием быстрого фурье преобразования. И в результате вот это все, вот значение такого функционала для всех фрагментов G, для всех положений цикольящего окна будет считаться там, ну, очень быстро. То есть за доли секунды. То есть нужно понимать, что мы сейчас с вами рассматриваем все-таки не конкретный алгоритм, а все-таки мы рассматриваем метод, то есть мы выписываем формулы. Но одну и ту же формулу можно посчитать очень по-разному. Можно считать в лоб, и тогда это, скорее всего, медленно. А можно считать с использованием каких-то хороших, быстрых методов. Например, то же самое фурье преобразования. Если вы посмотрите формулу, просто фурье преобразования, и попытаетесь реализовать эту формулу в лоб, там двойная сумма, значит, считаться это будет очень долго. Но однако там в матлабе, в питоне, в сайлабе, везде есть функция быстрого преобразования фурье. Это такой хитрый алгоритм, который позволяет вот эту сложную формулу реализовать неким иным способом. И работает это на порядке быстрее. В сотни, в тысячи раз быстрее. То же самое здесь. Мы сейчас с вами выписали просто некую формулу. То есть это метод математический. Но мы с вами не рассмотрели алгоритмы, разные алгоритмы, как этот метод можно реализовать. Реализовать можно по-разному. И, конечно, если в лоб, это медленно. Если с помощью продвинутых методов, это на порядке быстрее. Несколько порядков быстрее. Поэтому если у вас получится медленно, вы как бы не расстраивайтесь. Это не означает, что морфологические методы даже в простых случаях неприменимы, потому что работают очень медленно. Нет, это просто потому, что вы не все знаете. Может быть, и не всем вам это нужно, потому что не все из вас занимаются прямо именно морфологическим анализом изображений. Поэтому у нас все-таки такой общий курс. Мы не углубляемся во все детали. Так. Какие-то вопросы есть? Ну, хорошо. Давайте я тогда еще раз напомню, что каждая задача, которую я сейчас осмотрел, вот эта четвертая, значит, было еще три. Это на самом деле задание для выполнения. То есть, например, возьмите реально какое-то изображение, какое-то там из гугла аэрофотосъемку и поищите на ней какие-нибудь там самолетики или какой-нибудь там домик заданный, допустим. Вот у вас есть аэрофотосъемка и есть, допустим, изображение какой-то улицы или какого-то перекреста, или какого-то домика. И вам нужно его найти. Попробуйте, решите. Да, но при этом у вас там домик сфотографирован, не знаю, летом, а карта у вас снял. Или наоборот, домик снят зимой, а карта снята. Или там, не знаю, домик у вас есть, фрагмент из Яндекс.Карты, там, с спутниковой, да, а найти вам нужно его на гугл-карте, например. Ну, вот попробуйте, поищите. Это вот, собственно, и есть задание. И все предыдущие три – это тоже все задания. Можете их брать, можете их делать. Вот, да. Да, это будет два балла. То есть, собственно, вот такие задания, но они по одному баллу, ну, если косое проецирование, вот если косое проецирование – это сразу два балла. Это более сложная тема. Все остальные задания, они по одному баллу, поэтому вот кто-то уже на зачете, многие, собственно, сдали, на текущей аттестации, на колоколе, многие сдали задание по одному заданию. Ну, возьмите еще по одному, сделайте, и будет вам зачет. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok